Привет всем! Продолжаем тестировать сталь AUS-8 и китайскую 80R13MV И в этом тесте я хочу сделать рез по дереву Оба ножа прекрасно заточены на Apex Edge Pro Я думаю, хорошо видно даже Оба режут с вывертом Прекрасно заточены оба ножа Единственное, что их отличает на данный момент Это, конечно же, их сведение Китайский нож примерно раза в два толще сведен Но это, в принципе, тут ничего не поделаешь И задачей теста будет перерезание вот этого деревянного бруска Я думаю, для складного ножа это очень серьезная задача Поэтому, думаю, мы увидим изменения на режущей кромке Это, конечно, будет не быстро Брусочек довольно крупный Ну, на то, он на тест Онтарио РЭД очень хорошо режет. На мой взгляд, судя по ощущениям, хорошо. Несмотря на то, что режущая кромка здесь полирована, и, возможно, лучше бы справлялся какой-нибудь микросеррейтор, но нож работает вроде неплохо пока что. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Диана Кукуруз, Субтитры создавал Дима Тorzok Тиангор с другой. Б台灣 с агентством Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Ну вот примерно так Осталось конечно чуть-чуть Но палка уже не удерживает И ломается Ontario Red В принципе я таких тестов Со складными ножами еще не делал Поэтому на мой взгляд Уже заслуживает уважения То что этот нож вообще прорезал Эту деревяху Это прессованное дерево Довольно толстое Сколько у нас осталось времени Еще есть Ну давайте Без особых перерывов Перейдем сразу к китайскому ножу Надеюсь у меня еще хватит силы Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Так Видимо из-за более толстого сведения Этот нож больше ломает деревяшку Даже не знаю как мне поудобнее присесть Даже не знаю как мне поудобнее присесть Субтитры сделал DimaTorzok 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 Так вроде где-то половина уже точно есть Осталось ждать недолго Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok И посмотрим, что случилось с режущей кромкой Вот наши ножи после теста на древесине И скажу честно, оба ножа справились со своей задачей очень достойно Оба прекрасно резали до самого конца теста И перерезали тот же самый брусок примерно за одно и то же время Плюс-минус несколько секунд Но естественно сказывалась и моя усталость И до самого конца они сохраняли прекрасную остроту Я не могу не сказать ни об одном из ножей, что он там не резал под конец теста Или что-то такое Просто очень классно оба отработали, честно скажу И на поверхности клинка вот сейчас я их немножко почистил Не видно никаких царапин, никаких дефектов Вот эти вот небольшие царапинки, которые вы можете тут увидеть на крысе И вот здесь Это царапины, которые остаются после заточки на Apex Edge Pro Это известная проблема этой точилки Есть и на Sunren, но тоже просто не видно из-за покрытия клинка Ну и сейчас нам осталось только посмотреть на остроту Которую ножи сохранили под конец Значит, возьмем листик бумаги и будем медленно резать И замечать любые дефекты, которые будут цепляться за бумагу Сначала крыса По всей длине режущей кромки Очень хорошо идет нож Прекрасно И теперь посмотрим на Sunrenmo В принципе, то же самое Ну так я думаю, даже на камеру это не видно Вот чисто по каким-то личным ощущениям в руке Я могу сказать, что Sunrenmo стал чуточку, наверное, хуже резать Он как бы больше Как бы больше тянет бумагу Больше ее как бы рвет Но опять же, на глаз это даже будет не видно Наверное, немножко более ворсистый край среза Вот и все И теперь я просто хочу показать режущие кромки вблизи Ontario Red 1 Вот мы видим здесь у основания небольшой дефект Какая-то типа замин И вот тут вот отблескивает точечка Тоже, видимо, какой-то микроскол Или что-то в этом роде Ну все, больше мне лично на глаз ничего не видно Теперь посмотрим на Sunrenmo И теперь режущая кромка Sunrenmo Здесь вот небольшие какие-то замины Немножко отблескивает Но опять же Очень мелкие какие-то повреждения Затупления и все остальное На этом я хочу закончить тестирование Японской стали AUS-8 И китайской стали 8CR13MOV И подвести кое-какие итоги Значит, мои выводы следующие Обе стали имеют поразительное сходство Имеют примерно одинаковые режущие свойства Износостойкость, удержание заточки И следует также упомянуть, что Обе стали довольно плохо переносят коррозию Но по большому счету Стали очень-очень похожи И в принципе Без какого-то подробного рассмотрения Их просто на самом деле не отличить Значит, я провел три разных теста Для сравнения этих сталей Первый тест был тест на картоне Вы видели, там я констатировал ничью Оба ножа прекрасно резали Очень долго Второй тест был тест на монетки И третий тест был тест на древесине Значит, на древесине Оба ножа также показали себя прекрасно Буквально какие-то считанные микродефекты На режущей кромке на обоих ножах И поэтому я тоже считаю, что это абсолютно ничья Единственная разница, которую мы увидели Это в тесте на монетки И там мы увидели, что Китайская 80R13MV Немножко более хрупкая Я не знаю, из-за чего это Может быть, это неправильная Термообработка Возможно, это реальные свойства Этой сталь И тогда это не очень хорошо Но, опять же, я не берусь Однозначно судить В этом плане И поэтому, по большому счету Я хочу сказать, что Реально 80R13MV китайская И AUS8 Это очень и очень похожие стали Которые очень тяжело Отличить друг от друга На самом деле Единственное Маленькое различие Вот это вот, которое есть Это вот в хрупкости 80R13MV И, ну, у меня есть такое Смутное подозрение Что, наверное, при каких-то Сильных боковых нагрузках Она, наверное, легче ломается Чем AUS8 Но, опять же, это какие-то Экстремальные ситуации Которые Нож для каждодневного ношения Переживает очень нечасто Поэтому, ну, в принципе Не стоит застрять на этом внимание Все, делайте свои выводы Спасибо за просмотр Пока Бай-бай